Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. Я очень рада вас видеть на своем канале на YouTube. У нас с вами сегодня расклад очередной. Я бы хотела посмотреть на ваши отношения. И, конечно же, это будет, как всегда, у нас замечательный наш товарищ. Посмотрим, кто к нам сегодня пожаловал. Давайте немножечко сегодня поговорим с душой мужчины. Предлагаю именно такой расклад с вами посмотреть сегодня. Так, у нас немножко сегодня другой бэкграунд, как вы можете видеть. Немножечко, чуточку. Другая обстановка. Но тот же Таролок. Поэтому поехали. Давайте посмотрим сигнификацию вашего партнера для начала. Колода Таро будет выглядеть вот так. Сосредоточьтесь, подумайте, пожалуйста, о человеке, кого вы сегодня загадали. Разговор с его душой. Сигнификация самого человека на сегодняшний день. Каким вы его знаете, каким он себя показывает. Так, ну что, собственно, у нас здесь идет? У нас здесь с вами такая интересная ситуация, что человек выпадает с двумя королевами. Одна мечевая, другая королева кубков. Сам мужчина падает в непоказанном, так сказать, в картах фигурном состоянии. Я сейчас буду добиваться все-таки от карт ответа на свой вопрос. Но я хочу вам сказать, что человек сейчас проходит очень большую, серьезную проблему. Для него происходит в жизни какая-то травма. Однозначно здесь по башне идут какие-то разрушения, перемены в его жизни, в его судьбе. Вы должны помнить о том, что это человек, который очень семейный. Это, скорее всего, что-то касается семейных проблем, семейных перемен. Поэтому у нас с вами на раскладе человек, который действительно сегодня меняет свою судьбу. Или судьба у него меняется в плане того, что он становится на совершенно другую дорогу в жизнь. Это новый путь. Это жизнь, которой он не умеет жить. Это что-то новое абсолютно. Ну и, конечно, это касательно семьи, касательно близких, родни. Это связано сейчас с большими растратами. Вкладывается куда-то человек, да, в одну женщину, да, в другую женщину не вкладывается. То есть здесь, может быть, вкладывается в маму, в жену не очень. Или там вкладывается в дочку, в новую там какую-то свою женщину не очень вкладывается, да, не спешит, не торопится. Поэтому здесь вот такая вот идет история. Вы должны понимать, что идет расклад на человека, который сейчас переживает нелегкие времена. Давайте на Оракуле дополним, что о нем скажет Оракул, каким его видят карты. Так, тут у меня еще одна карта, восьмерочка мечей вышла. Вы знаете, человек, который в будущем живет, то есть как бы даже в новое он идет с будущим, вернее, живет в прошлом, простите, пожалуйста, живет в прошлом и в будущее идет со своим прошлым. То есть тащит за собой груз старых переживаний, старых проблем, старых каких-то недосказанностей, старых каких-то людей, старой жизни, которая больше ничего в жизни не дает ему. Ну, что я хочу вам сказать. Здесь момент того, что у нас идет два ангела, и первый ангел показывает его как ангел жизни. Он пытается научиться жизнь свою настроить под новый лад. Я вам скажу, что у человека огромные перемены. Это могут быть переезды, что-то связанное с детьми, что-то связанное с родителями, с женой, может быть, да, с мамой, там, как я уже сказала, с родителями, да, что-то может быть связано. Потому что здесь очень много женских энергий. И человек еще идет по карте красоты. Он сейчас пытается украсить свою жизнь, больше показать, да, что у него достаточно все неплохо, достаточно все мило и симпатично. Но я сомневаюсь, что это на самом деле так. А какой он мужчина в ваших глазах? Ну, это человек достаточно тяжело работающий, но и много тратящий почему-то, да. Человек, который много тратит, много зарабатывает. Может очень тяжело работать. То есть человек не сидит на месте. Он выпал, наконец, в короле жезлов. Я думаю, что эта энергия его такая, знаете, больше как бы в вашу сторону он проявляется как личность, которая действительно здесь обладает, наверное, какими-то противоречивыми такими компонентами, да, характера. Потому что здесь характер в короле жезлов это действительно человек, который, ну, скажем, умеет себя держать в руках, но вот с вами как-то как будто он вспыхивает бесконечно, да. То есть это как бы неопределенное количество попыток здесь как-то себя проявить, но не соответствуя себе в другой жизни. То есть с вами он более открыт, я думаю, более позволяет себе больше сказать, и вы знаете какую-то правду об этом человеке, которую больше никто не может знать. Вот, человек может либо проявился недавно, либо переписка идет, общение какое-то по переписке, либо собирается человек проявление делать. Есть здесь такие тоже намеки. Разговор с его душой, что у него сейчас, о чем душа его беспокоится, болит, возможно. Можно? Поехали. Разговор с его душой. Общие позиции только потом уже о вас. Так, разговор с его душой. Что у него сейчас в душе, что беспокоит, я бы сказала, беспокоит здесь его то, что он должен против своей воли что-то делать, идти против своих каких-то желаний. И человек должен, я же говорю, у человека новая жизнь. И жизнь это не приносит ему какого-то счастья, удовольствия. Он идет здесь против себя, против своих каких-то нужд. То есть он должен соответствовать каким-то другим стандартам, но никак не своим желаниям. То есть здесь идет момент того, что он хочет одно, получается другое. Нужно делать совершенно другие поступки, не так, как вот желается, не так все просто, не так все легко. Ну и вот как бы такие карты здесь падают. Ну и давайте, конечно, мы с вами здесь обратим особое внимание на то, что у человека идет, ну и справедливость. И карта страшного суда. То есть это карты, которые говорят о том, что его судьба кардинально меняется. Это трансформация, это некие какие-то потери где-то в чем-то, в чем-то получении ресурса. Но больше всего здесь человек испытывает одиночество. И он столкнулся с фактом того, что, возможно, есть возможности какие-то, да. Есть возможности что-то в этой жизни получать, да, получать какое-то удовольствие. Но вот того удовольствия, которое он хотел бы получить, он здесь не может себе позволить. Еще что у него на душе беспокоит сейчас человека, что... Переезд, уезд, поездка куда-то. Что-то связано с дорогами. Здесь человека беспокоят дороги. Может быть, в дороге находится ребенок, да, или он как бы беспокоен в дороге, да. И очень дальний какой-то отъезд предстоит. Либо вот какое-то отдаление от своих близких предстоит. Или, например, развод, да. И у человека здесь предстоят действительно какие-то очень большие впереди перемены. Он понимает, что это какая-то неизбежность. Может быть, дети закрываются от человека, да. То есть как бы отворачиваются, не общаются. То есть это какие-то неудачные с детьми отношения могут быть. И я хочу вам сказать, что здесь момент того, что в его жизни вот как будто его не пускают. То ли в бизнес, то ли в дела, да. То есть как бы такое впечатление, что человек немножко ограничен, да. То есть дороги закрыты. Здесь вот что показано. То есть разговор с душой. Он говорит, как не ломись. Вот как будто до чего-то дошел, до какой-то стадии в жизни. Но он и не приносит удовольствия, понимаете. Вот так. Давайте посмотрим, что Араку скажет, что у него в душе сейчас беспокоит еще. И начнем к вам приступим, да. Так, поехали дальше. Араку, что у него в душе болит. Вы знаете, это вот как будто человек вот как-то так всегда шел по жизни с какими-то победами. И оказался не нужен вот в какой-то момент просто вот эти победы некому оценить. То есть некому сейчас встать, похлопать его по плечу и сказать, ты молодец, ты классно все сделал, ты все успел, у тебя все получилось. То есть здесь такое впечатление, что все зря, все даром, понимаете. И это обрушилось на человека. То есть сейчас в данный момент у него какое-то может быть разрушение карьеры, семейных отношений, ценностей каких-то, перестройка возрастная. Это похоже еще и на кризис среднего возраста у многих мужчин. Ну и давайте переходить уже к вам. Что все-таки мужчина мне здесь покажет? Разговор с его душой касательно вас. Ваш запрос. Сложно, сложно здесь все, девочки, здесь очень сложно. Здесь пришли на кармических смотреть очень многие. Здесь сложный расклад будет на вас касательно, потому что здесь человек обнулил уже с вами отношения, либо законченные, либо поставленные в какую-то... Вот они либо закончены точкой, либо они не закончены вообще, но как бы отношения прекратились. То есть как бы человек пропал без вести, то есть исчез, перестал отвечать на звонки, на сообщения, он просто пропал. Или он просто как-то очень как-то скользко поступил с вами. То есть он просто взял и исчез, при том в самый трудный момент в вашей жизни. Вот как здесь идет. То есть у вас идет здесь карта смерти по нулевому аркану. Да, здесь карты, которые говорят о том, что очень много с его стороны, в том числе и манипуляций, да. То есть он понимает, что опять он жезловый к вам идет, да. То есть и сигнификация король жезлов, и жезловый рыцарь. И здесь у нас идет на вопрос по поводу вас. То есть как бы все-таки расклад очень сильно отыграется у многих, да. Либо мужчина действительно стихия огня, либо огонь есть в асценденте, да. Поэтому здесь вот как бы вот такой моментик. Следующее, что я должна отметить здесь, это разговор с его душой о вас. Он понимает, что вы связаны с высшими силами. У вас классная защита. То есть он понимает, что вы человек, которого как бы высшие силы ведут. Вот как-то все у вас ладно. И вы проблемы решаете сами. И вы идете по жизни, как-то вот плавно на лодочке сплавляетесь по очень такой, ну, достаточно спокойной реке. И он говорит, как ей повезло. У меня вот как-то не так, все достаточно сложно. Он понимает, насколько сильно вы боец по жизни. Сколько всего вы преодолели. Может быть, у вас есть болезнь. Либо вы очень тяжелую перенесли какую-то историю в жизни. Может быть, вы очень много теряли. Может, у вас тяжелая, ну, такая вот непростая судьба, да. То есть история вашей жизни, она не просто там пошла в школу, выучилась в институте, устроилась на работу, заработала денег, купила жилье. Ну, как бы сидит возле окна и думает, как бы теперь эти деньги потратить. То есть как бы вам это все нелегко пришло. И вам видно по картам, что человек понимает, что вы борец вообще по жизни. То есть его душа о вас говорит, что вы такая, ну, крепкая женщина. Дальше. Ой, сори. Вы парой идете от карт здесь. И он из-за этого и дать вам ничего не может. И при этом идет привязка очень сильная. Очень сильная идет. Высшие силы его тянут на сторону правды. И он это понимает, свою правду. Он понимает суть, понимает искренность. Но вот в нем недостаточно по дьяволу все-таки вот этой верности, прочности. С его стороны клея отношений в ваших взаимоотношениях, извините за тавтологию, недостаточно. Поэтому здесь идет вот такая вот история. Кто у меня смотрит на мужчину, который действительно здесь гуляет. Это прям вот какой-то патологический, да, такой вот бабник. Здесь ничего с этим не сделаешь. При этом показывает он именно касательно вас, что он вам дать вот как бы по большому счету вот что-то прям вот такое вот сверхъестественное, чем-то вас удивить, покорить не может. То есть человек не способен сейчас дать вам ни ресурс, ни деньги, ни любовь, ни какие-то конкретные земные блага. Потому что здесь в принципе он понимает, что и вы супер классная, крутая, реально профессиональная в своей деятельности. Успешная, не беднячка 100%, женщина, которая себя хорошо чувствует на своих ногах, стоит очень умная, развитая женщина. И он такой, он понимает, что вы ровнее. То есть его душа говорит о том, что это твоя женщина, да, действительно. Вот здесь вот у тебя ресурс. Боже, у меня волосы просто мокрые, у нас тут дождь прошел. Волосы от влажности просто мокрые, девочки. Так вот, я хочу вам сказать, что все прям падает, прям на месте. В общем, я хочу вам сказать, что вы понимали, на самом деле человек понимает, насколько вы классно по жизни здесь, замечательно себя чувствуете. Что вам не надо тут каждый раз какую-то кость вот бросать, и вы будете на это бросаться. Да, хочу, не могу, боже, за тарелку супа, за шапочку сухарей я готова на все. Вырву себе волосы на затылке и вот побегу. Нет, это не про вас, королева Пентакли ни за кем никогда не бегает. Ну и король Пентакли это человек, который сосредоточен конкретно на земных благах. Это доходы, это в каком жилье он живет, как у него все там проходит, какая у него жизнь, что он делает для того, чтобы эта жизнь у него проходила достаточно хорошо, что он делает для того, чтобы вы в жизни как бы чувствовали себя на должном месте. Я думаю, что у него больше про себя вот какие-то вот я, 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 головка, понимаете, девочки? Поэтому здесь вот как-то так, больше яконья такое. Касательно вас, он понимает, что где-то надо ставить либо точку человек, понимает, что надо подводить какую-то черту, либо дальше, так как раньше уже не получится, либо в той лодке, в которой он плывет с вами, уже дальше как бы, ну, не уплывешь и на мели вы устали, скорее всего, сидеть здесь очень просто заметно по картам, что как бы, ну, прошлая жизнь здесь как бы в будущую стезю, она уже не вхожа. То есть это уже какие-то конкретные вещи, которых, ну, невозможно, наверное, промолчать, где уже надо решать, и сама душа человека вот как бы напрашивается, все-таки расклад разговоров с душой, да, сама душа человека напрашивается на то, сделай вывод, сделай что-то, сделай что-то, сделай шаг, сделай поступок, сделай один раз, вот как бы уже подведи вот какую-то линию под вот этим всем. И я бы хотела сказать, что еще шестерка мечей по семерке кубков, это карты, конечно, которые говорят о том, что он очень много от вас скрывает, очень много здесь за вашей спиной делалось, очень много здесь тайн, очень много секретов, при этом неважно, с какой стороны вы смотрите. Меня просто спрашивали, а если смотрит жена, а если смотрит любовница, просто свою информацию, девчонки, выщипывайте, и все. Что еще у нас здесь? Здесь, кстати, по дьяволу, у многих может быть к мужчине и привязка, если у вас есть привязка, можно обратиться на чистку. Кстати, у нас будет 26 августа общая чистка в малой группе, я думаю, что 26 августа я сразу две команды групп разных возьму, да, то есть как бы время просто будет разное, например, там на 8 вечера по немецкому времени и на 9 вечера, например, то есть две группы будет, да. Поэтому приходите, мест хватит, я думаю, на много человек достаточно, да, поэтому я по временам разделю. Так, поехали дальше. Что касательно, где информацию искать? Не сказала, конечно же, в комментарии закрепленном будет мой имейл, куда писать. Чистка в малой группе 26 августа 2023 года будет стоить 250 долларов. Сразу те, кому цена подходит, это в два раза меньше, чем моя цена на индивидуальной чистке, поэтому достаточно интересная, хорошая возможность, поэтому приходите. Аракул, про вашего мужчину. Аракул. Это была рекламная интеграция наших новых, да, с вами ритуалов. Значит, Аракул, что скажет по поводу вас его душа? Ну, вы пришли его немножко, ну, здесь так и идет в картах, что тут греха таить. Вы ангел наказания, вы ангел, который приходит, чтобы тоже его как-то немножко умыть ему лицо, по большому счету, потому что человек, для этого человека, давайте скажем, для его души страшнее всего это молчание, это когда у него нет внимания, когда за ним не бегут, не заискивают, когда за человеком нету какого-то, вот я, пожалуйста, вот возьми меня, я и крестиком вышиваю, и ноликом, вот просто возьми, вот возьми хоть как-нибудь, понимаете? То есть как бы, но суть остается та, что вы с этим человеком все-таки, вы вот в молчании можете очень много чего решить. Вот самое интересное это то, что этим мало кто пользуется. Мы как начинаем, девочки, делать? Мы начинаем на смс, что такое, а кто это, а чего мы молчим, а что происходит, да? То есть как бы и суть остается такая, что мужчина даже поскучать за нами не успевает. Пусть успеет соскучиться, пусть он подумает себе. Карта такого, знаете, внутреннего вот какого-то секрета, тайны, такое вот строение, замок, знаете, какой-то внутренний какой-то фасад такой, здание один, внутреннее как бы наполнение другое, очень хорошее. Зато идет энергетический поток у человека к вам, да, он как бы в принципе здесь хорошие карты показывает, но он показывает вашу силу больше, что вы сильная. Вы знаете его слабое место и умеете на него надавить. Оракул еще по поводу вас, его душа говорит здесь о том, что здесь человек ночью думает, как правило, да, человек часто стал думать о своей смерти, о конце своей жизни, с кем он ее проживет, как он пройдет свой путь, что его ждет впереди, какая конечная остановка, что у него, чем заканчивается, так сказать, эта история в его жизни и с кем он останется. И вот его это подпекает, у многих мужчин здесь действительно с сердцем будут проблемы, это жжение такое вот в грудной клетке, это панические атаки, это бессонница, это ничего не помогает, ни деньги, ни возможности, ни слава, ни успокоительные таблетки, потому что это ничего не убирает вот саму основу, суть проблемы, того, что он не с вами здесь. Дальше еще разговор по поводу вас, болит ли у него о чем-то душа, карта луны, но это не общение, ваш недостаток любви и чувств, его ревность и самообман о том, что он думает, что вы его оставили, он уже здесь абсолютно уверен, что вы не ждете, не хотите, он не нужен, он просто уверен в этом. Здесь потому что он по императору как карта мир идет, да, то есть это он здесь по императору как бы вот он решил, принял свою позицию уже жизненную и вот как бы сказал, я буду жить так, как я уже живу, то есть я уже менять ничего не хочу, это моя жизнь, вот уже как бы раз я вот такой должен был бы путь пройти, то значит это моя дорога. То есть вот здесь мужчина немножечко в этом плане ошибается, почему? Потому что у мужчины здесь нету какого-то понятия конкретики того, что ты что-то в жизни можешь поменять, можешь встать со стула как бы и тарелку положить в раковину, не оставлять пустую грязную тарелку на столе. То есть ты можешь это сделать, да, можешь, конечно. Сделаешь ли ты это, это зависит уже от собственных каких-то амбиций и сил, естественно. Ну, королева жезлов, ну стоит ли вам объяснять то, что вы уже здесь, знаете, с петардой в попе девочки куда-то улетели в свои берега, у многих из вас есть свои дети, свои семьи, вам как-то, вот вы в этом во всем, вы в каком-то вот движении к семье, вы думаете о своих сейчас близких, вы думаете больше сегодня о себе, чем о мужчине, то есть, ну раньше было не так, видимо, поэтому у человека здесь душевные вот эти переживания, он бьется здесь, не понимает, почему за ним никто не бежит, не догоняет его, понимаете, с лосой, не накидывает это лосо на шею ему, чтобы его побыстрее так вот затянуть, понимаете. Это недостаток ваших чувств, внимания, конечно, отношений, естественно, естественно. Поэтому здесь вот такой вот разговор с душой мужчины и про вас здесь мужчина понимает, что он себя очень сильно обманывает, очень много чего надуманного, очень много он каких-то вещей понаобижался на то, чего вообще не существует в природе, поэтому здесь как бы называется сам мастер, сам ломастер. Поэтому вот такой вот у меня раскладик на разговор с его душой. Всем спасибо сегодня за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Петрова. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok